В прошлый раз мы начали рассуждать о событиях середины Великой Скорби и говорили о том, что центральным моментом середины Великой Скорби будет событие, когда Антихрист сядет в храме и объявит себя с Богом. И вот деление на две половины как раз и будет заключаться в том, что первая половина, первые три с половиной года, это будут события мирового масштаба, и мы говорили вначале, это будет благоденствие, это будет благополучие, это будет мир, это все то, к чему приведет Антихрист как мировой правитель, затем наступает война, затем наступает голод, затем наступают болезни и бедствия, и это события первой половины. Вот вторая половина Великой Скорби, это уже будут больше бедствия природного масштаба и потом бедствия духовного мира. И мы по-прежнему с вами рассматриваем середину Великой Скорби, и мы сказали, вот на этом остановились в прошлый раз, что середина Великой Скорби, это когда Антихрист объявляет себя Богом. И вот в Священном Писании, вот сам этот момент середины Великой Скорби называется мерзость запустения. И, как я говорил, в других переводах это называется мерзость опустошающая или мерзость распространяющаяся. То есть этот момент, который связан с храмом, о котором Христос говорил, вот именно здесь. И мы с вами рассмотрели уже четыре печати, которые произойдут вот в первой половине Великой Скорби. Это будет пришествие Антихриста, война, голод и смерть. Шестая глава книги Откровения как раз описывает все эти события. Есть разные подходы, вот кто-то ко мне подходил, спрашивал, я знаю, что даже в настоящее время многие заинтересованы, смотрят, слушают толкование Ирвина Бакстера и спрашивают, вот как вы относитесь к этому толкованию, его пониманию. Ну, прежде всего хочу сказать, что Ирвин Бакстер это пятидесятник-единственник, который отрицает троицу и многие основы нашего вероучения. И его подход к толкованию Откровения и будущих событий, он никак не может быть принят, потому что он очень свободно толкует Писание. Вот эти четыре печати, которые мы с вами рассмотрели, которых я сказал, что это Антихрист, война, голод и смерть, он находит толкование чисто произвольно. Если так подходить Писанию, мы можем любое событие применить и привязать к текстам Писания. Поэтому его подход, он совершенно не основан на каких-то принципах герминевтики, правильного толкования. Это чисто свободный подход, который не имеет основания. Итак, мы с вами подошли вот к середине Великой Скорби и рассматривать теперь будем некоторые события середины и дальше пойдем рассмотрение остальных печатей. Следующее событие, о котором мы будем говорить, это Антихрист создает религию поклонения себе. И мы уже сказали об этом, о том, что вначале Антихрист создает религию, которая называется Вавилон, когда он позволяет абсолютно все поклонения, которые возможны, и это будет смешанная религия в первой половине Великой Скорби. Но потом мы сказали, что Антихрист останавливает, или как образно сказано, что эта блудница, она будет уничтожена. И Антихрист создает религию поклонения самому себе. И мы читаем, что вот это событие, оно будет связано с появлением еще одной личности. Личности, которая называется лжепророк. И когда появится эта третья личность, в этом как раз и будет открыта сущность сатаны, которая, как мы говорили, копирует Бога Троицу. Давайте прочитаем этот текст, 13 глава книги Откровения, с 11 стиха написано. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имеет два рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон. Он действует пред ним со всею властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела». Вот здесь мы видим появление лжепророка. И даже сам образ, посмотрите, если появление первого зверя, выходящего из моря, о котором мы сказали, это образ Антихриста, это вот какой-то страшный такой образ, непонятный, то образ лжепророка сказано, что он имеет два рога, подобные агнчим. То есть он как бы как агнец, вот так вот по образу, который здесь представлен. Но другая сторона здесь сказана «и говорил как дракон». То есть внешне как бы он представляет собой агнца, а образ агнца еще в Ветхом Завете мы знаем, он связан с жертвоприношением, он связан со священством. И вот эта вторая личность, которая появляется здесь и будет как раз иметь своей обязанностью духовную сторону. Это и будет создание новой лжецеркви, о которой мы сказали, церкви поклонения Антихристу. И основной задачей лже-пророка, здесь написано, мы с вами прочитали, он действует со всей властью первого зверя, то есть со всей властью Антихриста, и основное его действие заставляет всю землю и живущих на ней поклониться первому зверю. Мы говорили о том, что вот как бы центральным таким моментом, когда Антихрист объявит себя Богом, будет событие, когда ему будет нанесена эта смертельная рана, и он как бы исцелеет, и он как бы воскреснет, и весь мир изумится, и весь мир признает в этом, что это Бог. И мы видим, что здесь это также отмечено. Лже-пророк именно это будет использовать. Он будет заставлять всю землю поклоняться Антихристу, у которого исцелела смертельная рана. И вот здесь я хочу, чтобы мы еще раз посмотрели на это антиподобие. Помните, мы сравнивали Антихриста с Иисусом Христом, потому что копирует, он всегда копирует. Если Антихрист копирует действия Христа, вот в этом антиподобии, то мы видим, что лже-пророк, он копирует действия Духа Святого. Вот в этом как раз тоже антиподобии. И мы видим, если Дух Святой приводит человека к истине, то лже-пророк приводит человека к обману и лжи. Если Дух Святой прославляет Христа, то лже-пророк прославляет Антихриста. Если Дух Святой сошел в виде огня в событии Пятидесятницы, то о лже-пророке написано, что он показывает знамение, даже не сводит огонь с неба. Если Дух Святой дает жизнь, то лже-пророк ведет человека к смерти. Если Дух Святой запечатлевает верующих запечатлением Духа Святого, то лже-пророк отмечает тех, кто последует за ним печатью зверя. И вот в этом как раз и его действия. И когда это совершится, когда лже-пророк начнет вот это действие, то мы видим, Писание говорит, что мир признает это и поклонится. И поклонится таким образом, что все вот эти мировые религии и люди, которые поклонялись ложным богам, ложным религиям, они под действием лже-пророка и того обольщения, которое он будет совершать, они увидят в Антихристе ожидаемого ими Мессию. И они поклонятся ему, как тому, кто должен был прийти вот по их религиозным пониманиям. Посмотрите вот на следующем слайде, который я хочу показать. Я показываю, что вот во всех мировых религиях есть ожидание будущего Спасителя. В буддизме это Будда Майтрея, они ожидают, что однажды он придет, и это будет будущий Спаситель. В индуизме это Спаситель Калки, одно из воплощений Бога Вишну, и они ожидают, что он когда-то в будущем придет, и он станет Спасителем. В зоороастризме это Саушьян, они ожидают, что он когда-то придет и будет Спасителем. В исламе это имам Махди, как бы последний пророк явления Мухаммеда, и они ожидают, что когда-то он придет. В иудаизме это, естественно, Мессия, и в христианстве это Христос. И вот в тот момент лжепророк своим обольщением приведет всех к тому, что они увидят в Антихристе, что это именно он. Буддизмы увидят этого Будду Монтрею, индуизмы Калки и так далее, и так далее. И они поклонятся Ему, как этому будущему ожидаемому Спасителю, будущему Мессии. И они признают Его Богом. И поэтому вот следующий момент, который мы можем отметить, что многие поклонятся Антихристу, как Богу. Мы читаем об этом 13 глава книги Откровения, 8 стих. «И поклонятся Ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира». Это будет служение лжепророка. Он будет побуждать, обольщать, заставлять, и мы видим, что люди совершат это и поклонятся. А еще один момент, который связан с мерзостью запустения, вот с центральным событием Великой Скорби, будет в том, что при обольщении лжепророка люди сделают образ зверя. Об этом написано в этой же 13 главе книги Откровения, с 13 стиха. Сказано, «И творит великие знамения, так что и огонь не сводит с неба, речь идет о лжепророке, на землю пред людьми, и чудесами, которые дано было ему творить пред зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив». Посмотрите, он обольщает, он своими действиями обманывает людей, он заставляет их поклониться. И сказано, что вот под действием этого обольщения люди сделают образ зверя. Образ, слово «образ» указывает на какой-то истукан, указывает на какой-то идол, который должен быть сделан, и сказано, что это будет образ зверя. То есть это истукан антихриста. И вот в этом истукане написано, чтобы они сделали этот истукан, который имеет рану от меча и жив. То есть вот это основное побуждение, которое будет заставлять людей верить в антихриста, как в Бога. И когда люди это сделают, когда под действием этого обольщения они совершат это, мы читаем, что следующий момент произойдет. Образ зверя, вот этот истукан, он будет помещен в храм. И вот это и есть как бы само указание на мерзость запустения. Мы читаем об этом, сказано еще у Даниила. Вот 9 глава Даниила, 27 стих, сказано, «И утвердит завет для многих одна седмина». Помните, мы говорили это указание на этот семилетний период, великой скорби. «А в половине седмины прекратится жертва и приношение». Мы тоже об этом говорили, что жертва и приношение в храме будет прекращено. И дальше сказано, «И на крыле святилища будет мерзость запустения». То есть пророк Даниил говорит о том, что в храме будет вот эта мерзость находиться. И когда мы толкуем вот это событие, о котором говорит Даниил, мы понимаем, что с одной стороны это указание на эту мерзость запустения, оно уже исполнилось в буквальном смысле, когда в 167 году до Рождества Христова Антиохи Епифан осквернил храм. И когда он принес там жертвоприношение свиньи в Иерусалимском храме, то вот это пророчество Даниила, оно как бы указывало на это событие. Но большинство ветхозаветных пророчеств, они имеют двойное исполнение. Что-то буквально произошло во время жизни пророка, или может быть в какой-то период, но есть еще пророческое исполнение на будущее. И вот точно так же и здесь произошло. Антиохи Епифан, который является образом Антихриста, он совершил это осквернение в то время. Но есть еще пророческое исполнение того, что совершит Антихрист. И мы видим, что вот этот образ зверя, он будет помещен в храме. Иисус Христос об этом сказал, 24 глава Матфея, 15 стих. «И так, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте». Христос предупреждал и говорил, это произойдет на святом месте, то есть в Иерусалиме, в храме, будет поставлен вот этот идол. И следующий момент, который совершает лжепророк, лжепророк оживляет образ зверя. Я поставил слово «оживляет» вот в кавычках, потому что, вот мы читаем об этом написано в 15 стихе 13 главы. «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал, так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя». Мы понимаем, и в прошлый раз я говорил об этом, что только Бог обладает силой давать жизнь, только Бог является творцом. И сатана имеет способность творить чудеса, но не давать жизнь, и не творческое действие в его власти. Он может нарушать некоторые законы, установленные Богом, и это является чудом в наших глазах людей, которые подвержены этим законам. Но чудо творчества, чудо жизни – это только действие Божие. И вот в этом событии, когда мы прочитали, что дано было ему вложить дух в образ зверя, здесь не сказано «жизнь вложить», потому что это особый момент, но сказано, что этот дух был вложен, чтобы образ зверя, посмотрите, по-прежнему говорится об истукании, говорится об образе, чтобы он говорил и действовал, так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. Мы не знаем точно, как это произойдет. Скорее всего, можно согласиться с тем, что это будет особое развитие технологии в этот момент, которое приведет к тому, что вот этот образ, вот этот истукан, он станет этой мировой машиной смерти, которая будет под контролем держать всякого человека в этом мире, всякого человека на планете, и который будет совершать смерть тому человеку, который не будет поклоняться этому образу зверя. И вот это произойдет под действием лжепророка. И следующий момент, который совершит Антихрист, это будет начертание зверя или число 666. 13 глава книги Откровения, дальше продолжается мысль 16 стиха. Написано, «И он сделает, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость, кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666». Мы видим, что следующее действие лжепророка будет в том, что он начнет вводить вот это начертание зверя. И сказано, что это произойдет, и это будет положено всем, рабам или свободным. Сказано о том, что это начертание будет на правой руке или на челе. Огромное количество было написано вот за всю историю христианства с того времени, когда Иоанн записал это откровение. Разные толкования были написаны в отношении того, что это за начертание, как это будет происходить. И большинство толкований было связано с тем, что в еврейском языке, как и в греческом языке, так и в латыни цифры являются буквами. И поэтому вот само число 666 пытались истолковать как какое-то составление из букв. И самые разные толкования были предложены. И по буквам вроде бы совпадало. И имя Нерона, оно совпадало в буквенном обозначении. И имя Гитлера, и Сталина, и самые различные люди, они как бы подходили сюда. И люди пытались вот это истолковать таким образом и сказать, что это за число 666. Но у нас нет ясности в этом. И у нас не открыто это полностью. И вот так здесь и написано, что здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя. То есть мы можем сказать, что вот именно в тот момент, когда это будет происходить, событие, будет дана эта мудрость, чтобы понять, чтобы понять вот смысл этого числа. Мы можем здесь сказать, вот даже рассуждая сегодня о том, что происходит вокруг. И пытаясь понять, сегодня ли это время, и приходит ли уже это начертание. И мы знаем, что много было различных моментов, которые были как бы связаны с начертанием. Говорили о том, что когда начинали появляться кредитные карточки, это как-то связано с начертанием. Какой-то идентификационный номер, который приписывался человеку, это как-то связано с начертанием. Потом, когда, знаете, появился вот этот штрих-код на продуктах, это как-то связано с начертанием. Сегодня все больше, когда речь идет о чипах, которые пытаются вводить и говорятся о том, что это, возможно, начертание. Но вот здесь вот, когда мы рассуждаем, я сказал, что поскольку у нас нет полного откровения, и это откровение, возможно, Господь даст будущим, но несколько моментов мы можем отметить в отношении этого вопроса. Первое, мы можем сказать внешнее значение. Каково внешнее значение будет начертание? И мы прочитали, вот в этом тексте написано, что тот, кто не принимает начертания, он будет полностью исключен из всех форм экономической жизни. Сказано, невозможно будет ему ни покупать, ни продавать. То есть антихрист создаст особую систему экономики, которая будет контролировать всю рыночную экономику и всю рыночную жизнь. И вот этот истукан, он тоже будет связан с этой экономикой. И человек, который не примет это начертание, он не способен будет каким-то образом существовать в этой жизни. И с другой стороны, мы можем увидеть здесь, что мы не можем согласиться с тем, что само начертание – это какая-то чековая книжка или это кредитная карточка. Почему? Потому что внешнее значение начертания – это опознавательный знак антихриста. И так здесь в этом тексте сказано. Кто имеет ум, тот сочтит число зверя, число его 666. То есть само начертание, оно не будет связано с самим человеком. Это не будет опознавательный какой-то номер самого человека или закодированные данные человека самого. Его фамилия, его имя, его данные, место и дата рождения. Писание не говорит об этом. Писание говорит о том, что это начертание не имеет ничего общего с какими-то индивидуальными кодами. Но это указание, что это клеймо антихриста самого, которое указывает на него, а не на человека. Поэтому вот в этом начертании мы видим, что человеку будет позволено, если он имеет это клеймо, которое связывается его с антихристом, он будет возможность покупать или продавать. И это внешнее значение начертания. Есть внутреннее значение. Внутреннее значение в том, как я сказал, что это клеймо, которое будет связывать навечно человека, который примет с самим Антихристом, с судьбой Антихриста, с будущим Антихриста. И в этой ситуации мы понимаем, что лжепророк будет обольщать, но человек добровольно пойдет на признание Антихриста Богом. И когда человек признает Антихриста Богом, когда он поклонится ему, вот тогда, подтверждая это поклонение, он будет принимать это начертание. И мы можем увидеть вот один текст Писания, который как бы показывает нам саму суть, почему человек будет принимать это. 14 глава книги Откровения, вот я прочитаю несколько стихов с 9 стиха, 14 глава Откровения. И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред агнцем. Посмотрите, в этом тексте сказано, кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание. То есть принятие начертания, оно не связано в том, что человек не знал, он не понимал, он может где-то дал руку и думая о том, что это какое-то действие социальной системы или еще что-то. Суть будет не в самом принятии, суть будет в поклонении, кто поклоняется антихристу и принимает начертание в подтверждении того, что он признает антихриста Богом. И мы видим, что в этом тексте сказано, что тот, кто совершит это однажды, уже не будет возможности какого-то обратного действия. Если он уже совершил это, Писание говорит, что тот будет пить вино ярости Божией и будет мучим в огне и сере. Поэтому вот в этом как раз внутреннее содержание или внутреннее значение этого начертания. Человек добровольно напрямую связывает свою жизнь и судьбу с антихристом. Он как бы добровольно говорит, я признаю, что это Бог. Я добровольно согласен, все, что будет с ним, я согласен, чтобы было со мной. И вот в этом как раз внутренний смысл этого начертания. Мы можем отметить с вами пять условий для появления начертания, для того, чтобы рассуждать о жизни сегодня, о каких-то моментах, о опасностях, о различных ситуациях, в которые мы попадаем и рассуждаем, начертание это или не начертание. Вот пять условий, которые мы должны отметить для появления начертания. Первое. Начертание возможно только после прихода антихриста к мировой власти, объявившего себя Богом. 13 глава книги Откровения об этом говорит. Только тогда, когда антихрист пришел к власти и он объявил себя Богом, только после этого события возможно действие начертания. И никак не перед этим. Второе условие. Начертание возможно только после прихода лжепророка, который будет заставлять мир принимать начертания. Только тогда, когда антихрист объявит себя Богом, только тогда, когда лжепророк придет и он будет совершать это действие. Он будет обольщать и заставлять людей принимать начертания. Третье условие. Начертание должно означать имя антихриста или число имени его. Это число 666. То есть мы не должны смущаться, когда где-то что-то, и мы не знаем и рассуждаем, это должно быть напрямую связано с указанием на имя антихриста. Четвертое условие. Принимают начертания те, кто поклоняются зверю и образу его. Это то, что текст, который мы прочитали, Откровение 14.9. Именно те, кто поклонятся ему, они принимают начертания. И пятое условие. Отказавшиеся принять начертания немедленно будут исключены из всей экономической жизни и основ существования. За отказ от начертания они будут обезглавлены. И мы читаем вот об этом в этой 13 главе. Мы прочитали текст Писания, который говорит, что они не смогут покупать или продавать. И вот 20 глава книги Откровения, 4 стих, он показывает будущее тех людей, которые откажутся принимать начертания. В 4 стихе сказано, «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса, и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет». То есть в этом тексте, 20 главе, в 4 стихе нам показано, что произойдет с теми людьми, которые не примут начертания. Они будут обезглавлены. Конечно, не все, и мы будем касаться с вами несколько, в следующий раз говорить о тех людях, которые не примут начертания, но тем не менее они останутся. Это будет 144 тысячи запечатленных израильтян, это будут люди, которые будут скрываться, которые будут прятаться. Но тем не менее будет много тех, которые пройдут через смерть, которые будут обезглавлены, которые откажутся от принятия начертания. Итак, вот мы с вами посмотрели сегодня на это событие, центральное событие великой скорби, действия Антихриста и действия лжепророка. И сегодня, когда мы смотрим на то, что происходит вокруг, мы можем согласиться с тем, что все различные действия, развитие технологий, это все подготовка. Это все подготовка к этому начертанию. Да, мы сегодня видим все больше и больше развития всемирного контроля над человеком. Это подготовка. Да, мы сегодня видим развитие вот этой чипизации населения, и это все подготовка. Мы видим, что это все направлено к этому, потому что цивилизация, вот этот Вавилон, Великий город, о котором мы говорили, в конечном счете это будет экономика Антихриста. И он все направляет для того, чтобы уже сегодня готовить мир к этому, для того, чтобы мир мог поклониться и принять это начертание. Но только вот тогда, когда он придет к власти, он начнет это делать. И дай, Господь, чтобы мы понимали это и сознавали, что мы дети Божьи. И Господь дает нам свою защиту, свою охрану, и Он дает нам понимание священного писания и будущих событий. Аминь. Помолимся Господу.